На протяжении четырех дней гости из Турции были в Дагестане с целью укрепления дружеских связей между нашими регионами. Первый день во Дворце культуры «Спартак» состоялась официальная встреча делегаций Турецкой Республики и города Хасавюрт. Глава муниципального образования Сагит Паша Амаханов первым делом поприветствовал гостей и мэра города Яловом Турецкой Республики Вифа Салмана. Отметил, что неоднократно бывал с рабочей встречей в Турции и оценив все гостеприимство, наш город решил ответить взаимностью. Мне понравилось это гостеприимство. Мы три выступали на фестивале, международном фестивале, который проводил фонд «Кавказ» с помощью администрации города Ялова. В том числе последний прием был у Лефа Салмана, который он огромное время все уделил для этого и провел на высшем уровне нашу встречу. Также глава города отметил, что данная встреча способствует развитию потенциала двух регионов на благо их жителей. Чтобы это закрепить документально, был подписан меморендум, который основывается на добрых отношениях, установленных между Россией и Турцией. Он предусматривает развить связи в области экономики, сельского хозяйства, науки, техники, культуры, спорта и инноваций, а также способствовать наложению и укреплению связей между организациями города Хасавюрт и города Ялова. Кроме того, в документ вошли пункты по поддержке существующих и установлению новых партнерских связей между учебными заведениями, содействию обмену опыта здравоохранения, городском управлении, активизации торгово-экономических связей. Особое место в документе отведено мероприятием в области молодежной политики. Это и обмен молодежных делегаций, развитие детско-юношеского спорта, культурное сотрудничество. После основного события визита, подписания в городе Хасавюрт меморендумом о дружбе и сотрудничестве между городами, делегации приехали на обновленный городской парк по улице Грозненской, который будет носить имя города Ялова. Очень дорогие дамы, дамы, дамы и гостях приехавшие из Турции. После подписи нашего меморандума, я думаю, что все будет продолжаться, все на высшем качестве, наши связи будут укрепляться. На торжественной церемонии открытия парка и установленной там мемориальной доски Сагид Пашо Маханов поблагодарил всех тех, кто восстановил и благоустроил парк отдыха. Он также отметил важность подписанного до этого события меморендума. Глава города дал высокую оценку проводимых турецкой провинциям и городе Ялова для укрепления дружбы между народами, развития культуры и традиций народов Кавказа. Дерево, оно изданно символизирует жизнь. Корни крепко держатся за землю, но верхушка тянется вверх. Вот мне кажется, отношения между нашими городами и будут напоминать вот это дерево. И еще одно. Я уверена, что с большим удовольствием в тени уже выросшего, посаженного вами, дорогие друзья, дерева, будет с удовольствием и с семьями отдыхать. И наши дети, и наши старики, наши ветераны. Это будет символ нашей с вами дружбы. Символ вечности и благородства. Под этим лозунгом два градоначальника посадили в парке хвойное дерево. Далее делегация направилась на торжественное открытие новых корпусов Центра культуры. В этот день коллективы хореографических ансамблей городской общественность оказали гостями из Турции теплый прием. На торжествах выступил глава города Ялова Вифа Салман, который высоко оценил искусство хасыртовских коллективов, которые ежегодно принимают участие в фестивале «Танцы народов Кавказа». Главы один с турецкой стороны, другой с дагестанской стороны стали и друзьями, и тут же стали братьями. Огромное-огромное им спасибо. Тогда братья будут друг другу помогать, у них все получится. Спасибо еще раз приездам от всех нас. С проведением праздников «Танцев Кавказа» в провинции Ялова, где в большинстве живут выходцы из Северного Кавказа, любят и с большим удовольствием принимают талантливых артистов Кавказа и с особой любовью пользуются город Хасавюрт со своими виртуозами искусства. В программу официального визита делегации Турецкой Республики в Дагестан была включена организация телемоста между дагестанскими и турецкими городами. Для этого в актовом зале школы номер 13 города Хасавюрт собрались не только гости из Турции, но и многие дагестанцы, чьи родственники проживают в этой стране. Для гостей здесь была организована выставка экспонатов старины и прикладного искусства. На обозрение посетителей были представлены сотни предметов домашней утвари, вручную изготовленные народными умельцами. Арсан Дациев, Самад Гакаев, Мажид Боатханов, Магомед Зимирсултанов, Алмазхан Амаев, информационная программа «Пульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова